Снова привет. Я на маникюр. Сейчас поеду. У нас дождик какой-то непонятный. Вчера приехали от мамы, и мы с Ваньком вырубились. Ой, темно как. И Ванечка пока спит, а я сейчас поеду. Съезжу по-быстренькому. Реально дождь пошел. Ищу какой крупный. И еще мне как-нибудь надо в парикмахерскую записаться. Сегодня или на завтра. Ногти я начала делать прямо перед самым Новым Годом. Но это как бы не наращивание, а на мои ноготочки я нанесла гель-лак. То есть длина та же моя осталась. Немножко они отросли. Ту же самую длину я сейчас и оставлю. Мне сильно большие ногти не нужны. Они ни к чему. Чисто, чтобы ручки выглядели аккуратно. Никаких рисунков тоже делать не хочу. Однотонные. Почему-то потянуло меня на красный цвет. Сделала красный. Сейчас не знаю, как я сделаю. Может, опять такой же цвет. Мне он более нравится. В бане вчера были целых полтора часа. Для меня это был своего рода такой маленький отпуск. Наобщались с девочками. Я пришла домой. То есть из бани взошла в дом. Ванек еще даже не приехал. Вот. Это у нас было, можно сказать, открытие сезона. Вот в этом году мы еще в бане с девчонками не были. У нас так получилось, что первое воскресенье, это у нас было юбилей сестры. Вот 5-го числа ездили в ресторан. Ваня у нас в ресторане был. Тоже его нарядила, рубашечку надела ему. Это потушки такие я вам потом покажу. Такой красавчик он у нас там был. На мое удивление, вел себя вообще замечательно. У меня был такой план. Если вдруг Ванек начинает конючить, то есть ему там что-то не нравится, шум, музыка, там ада была. Все, я сажусь в машину и уезжаю. То есть дети с папой остаются там. Если что, на такси потом домой приедут. Но мы ушли, можно сказать, даже не самые первые. То есть там были люди, гости, которые ушли первее нас. Он засыпал один раз, минут на 15. А потом микрофон начал фонить и он проснулся. Но не капризничал, не плакал. То есть я ходила периодически его кормить. Там есть небольшое помещение. Вот, я туда заходила, покормила. Все, меня там никто не беспокоил. И все, и дальше он на всех смотрел, огукал, веселился. В общем, праздник прошел хорошо. Вот, а следующее воскресенье мы также пропустили. Настена была на мероприятии. Олеся после работы была. Кстати, у нас Олеся устроилась на работу. А теперь периодически Санек, когда она будет на работе, если это будут выходные, он будет у нас. Или после школы будет к нам приходить, чтобы один дом у меня был. Вот, так как она рядом с нами живет, там прям несколько домов у нас. Она живет в пятиэтажках, а мы в частном секторе. Вот. Так что Саша теперь у нас будет часто. У меня теперь будет не три сына, а четыре сына периодически. Вот. А в парикмахерскую мне надо немножко укоротить челку. Уже месяц прошел, надо чуть-чуть подровнять. Все, приехала я домой. Сейчас машину загоню. Ноготочки сделала себе. Розовенькие, нежные. На улице плюс три. Выезжала, когда из дома было, минус три. И гололед у нас сегодня. Где моя бусинка? Где гусена? Где гусена? Где мой сладкий зайка? Расстелили мы покрывало постиранное. Оно дало усадку. В общем, ткань села. Так как хбшка натуральная. В общем, учитывайте это, если будете покупать такое же покрывало. Очень красиво. Особенно, мне кажется, подойдет для фотосессии. Вот это вот кружево бесподобное, конечно, смотрится очень красиво именно на детских кроватках. Да, а что такое? А сейчас, смотри, вот такие вот одежки твои. Будем разбирать. Тетя Юля нам вчера купила. Тетя Юля, это моя сестра. С Нового Уренгоя она приехала. На каникулы на зимние. Ой, Ванек, Ванек, Тетя, Ванек. Шуршалку нашел. Ванек, ты где? Так, вот такой костюмчик. Там скидочка, да? Сейчас скидки там тоже минус 50%. Костюм. Такой вот красный у нас. Красные шаровары будут теперь. Да, как у казаков из мультика. Такой вот слипик. С зайкой. И вот такой вот еще с машинками. Так, я надеюсь, нам вот эта горловина подойдет. Вот такая горловина удобнее всего для слипиков, либо для боди, если вот тоже на клепочках спереди бодички такие продаются. Вот не совсем удобен вот такой вариант. Я вам сейчас покажу один слипик. Вот такой вот слипик. Покупали мы его тоже в детском мире. И нам не очень удобно было носить. Мы его, видите, практически и не носили. И не носим. Потому что очень сильно растягивается вот эта часть. И получается, что у ребенка чуть ли не плечи оголяются. При любом вот таком вот резком движении. Ой, извиняюсь за шуршание. Нравятся ему шуршащие вещи. Шарики, шуршащие пакетики. Вот. Он начинает переворачиваться. Он сейчас у нас очень активно переворачивается. Начинает ползать. И получается, ткань растягивается. И у нее плечи оголяются. Вот этот вариант горловины больше подходит для активных малышей. А ты у нас активный малыш? За ним теперь глаз да глаз. Переворачивается, уползает только так. Если я куда-то и отхожу, закладываю подушками. Через подушки он еще не может пробраться. Да? А этот вот слипик мы покупали в детском... Ой, в детском мире. В Glory Jeans. Это я перед Новым годом пацанам ездила туда рубашки покупать. Одинаковые рубашки брала им. Так они просто захотели. И вот еще горчичный вот такой вот цвета слипик. Ну дай, Толя, показать тебя красавчика такого. Вот. Беру ему 80-ку, чтобы вот была свобода. Свобода, чтобы было. Чтобы ничто не стесняло его движения. И боди мы тоже брали в детском мире. Этот трикотаж поплотнее. Этот боди нам очень нравится. А данный вот боди голубой, он из трикотажа потоньше. И у него, где клепочки, вот здесь вот начинает рваться ткань. Видите? Здесь сейчас... Ну в общем вот. Тоже. Вот я в следующий раз, если буду там что-то покупать, буду смотреть, прям учитывать, чтобы трикотаж был плотненький. Вот такой вот. Такого вот качества. Он от тела такой приятный, мягенький. После стирки даже вот очень мягкий. Хоть и все вещи я его детские с кондиционером стираю. С детским. Но этот трикотаж мягче после стирки, чем вот данный вид трикотажа. Какой-то он все равно деревянный. Особенно вот здесь вот, где идут толстые участки. Да, точно, точно, точно. Эту историю я знаю. Да, эту историю я знаю. Все, пойдем походим, погуляем. Очень много времени сейчас с Ваньком проводим на полу. Прям расстилаю одеяло, и мы там с ним играем. Он там ползает, переворачивается. Да, Ванечка? Нравится ему на полу. Кто тут говорит? Мама, ты с кем разговариваешь? А Машка он разговаривает. Да, привет, друзья! Так, все, мы уже спать хотим. Сейчас будем укладываться спать. Опять, опять. Да что ты? Да, все, все, уже спать. Хорошо так, сыночка, поспался, да? Нормально тебе? Синок? Все хорошо? Или ты там досыпаешь? Ну, зяйка. Зяйка. Ой, что ты там? Скребешься? Ой, Вань, а ты отлежал себе лицо. Утилличка себе отлежал, да. Ой, ты козь, козь, козь. Куда поползем? Ой, как нравится вот это вот. Ковыряться в клетике. Куда ползем? Вот так мы ползаем. Попу поднимаем. И носом об плед. Да? Как будто носом бурим землю. Вот тогда вот так. Попу и вперед. Попу и вперед. Папа наш там что-то печатает. Ага. Что-то печатает. Ванечку сейчас только искупали. Сегодня рано купались. У нас сейчас только 6 часов вечера, мы уже его искупали. Потому что гулять мы уже сегодня точно не пойдем. У нас там то ли дождь, то ли снег, непонятно от чего. В общем, гололед на улице. Где Никита? Ищет Никиту. Вот он Никита. И убегать сразу. Убегаем. Убегаем. Бегей. Убегаем быстрее. Бегей от Никиты. Убегай. В общем, гололед у нас там. Нечего там нам делать. Настя сейчас звонила по видеосвязи. То есть, тоже с ней разговаривали. Тоже сегодня с Миланой не ходила нагулять. Они вообще весь день спят. Сонное у них царство сегодня. А мы как-то, ну, с периодичностью спали. Один сон хороший был, второй не очень. Там Никиту увидел, теперь убегаем. У нас Никита хорошо вообще играет. А Никита тут у нас на днях уложил сам спать. Тут столько гордости было. Тут столько плюсиков кармы было. Ой, он ходился. Мама, ну ты что меня не хвалишь? Я же его сам уложил спать. Да, да. Не случился. Он просто у моей руки заснул. Он просто его за ручку дай взял. И он заснул. Там Никита что-то не поймешь, что-то делает. Что ты там что-то делаешь? А я там разбираюсь. Разбираюсь что-то с компьютером. Так, ну что? Пошли. Да. Пошли. Кушать что-ли. Покусываем, может. Ой, господи. Сколько любви и нежности. Так, с Кириллом только доделали уроки. Сейчас он еще посмотрит, что на технологию надо на завтра. Мы тут я с Ваньком на руках. Кого разбил? Че ты разбил-то? Че разбил, сынок? Какую шею? Учебник что ли упали? Ну вот, давай, поднимай все. И окружающий мир тоже завтра есть. Тоже положи сразу. 13. Страница 13. Учебник технологий. Рабочая терапия. Вернее, че там брать? Вот. Че? Ножницы вон вижу. Че там там? Ножницы. Тейтула. Ага. Кисточка. Все, сейчас найдем, положим тебе в портфель. Гонщик Ванечка. У нас тут. Гонщик Ванечка. Гонщик Ванечка. Старшего брата попросили посидеть. Он его уже замучил. Че, он тебя замучил, да? Никита сегодня говорит. Помнишь, Ванек, как, говорит, я из-за тебя картошку не дожарил? У меня как раз схватки, когда начались, Никита себе картошку жарил. Теперь она посинела. Это кто к нам в гости пришел? Это что за девочка красивая пришла? К Ване пришла ты? Это ты че, Ване чупачум сдаешь? Он еще такое не ест. Давай, раздевайся. Будем играть. Раздевайся. Ой.